Всем добрый день, уважаемые подписчики и слушатели. Мы психологи кафедры общеклинической психологии Талисаева Елена Рудольфовна с нами сегодня, заведующая кафедрой общеклинической психологии. И преподаватель нашей кафедры Четверкина Екатерина Гмитна. Мы бы хотели дать вам некоторые рекомендации по поводу вашей учебной деятельности. Как мы все знаем, приближается сессия, приближаются выпуски. Сейчас начинается горячая пора, действительно, и растет тревога на фоне, причем еще и физического и морального истощения к концу года. И с этими трудностями вам придется справляться, ребята. Напряжение и тревога – это основные запросы наших студентов. Мне страшно, я боюсь давать экзамены, я хочу получать только пятерки и так далее. Основной запрос. Я бы рекомендовала вам абсолютно не делать упор на баллы и на оценки. Я рекомендую вам сделать упор на знания. Пожалуйста, не стремитесь к перфекционизму. Я прекрасно понимаю, что сейчас у нас время успешного успеха. Мы должны быть лучшими. Но это не про медицинский университет. Здесь вам нужно получать знания. Поэтому, если вы сдали на удовлетворительное, поблагодарите, пожалуйста, себя и идите дальше. Вам важно получать знания. И здесь, может быть, я подскажу по поводу перфекционизма. Действительно, в головах застряло вот этот вот, я не знаю, атовизм уже, наверное, перфекционизм, что я должен сдать все на пятерки. Понятно, что это у вас пришло, судя со школы. Там вы были отличниками, да, и вы были лучшими среди своего класса, там, или среди своей мамы. Но здесь таких 350, а то и 900 по всем факультетам человек. И все лучшие. Поэтому лучшим среди лучших, вот, это, знаете, такая плетка, которая вас загонит в полное истощение. И поэтому живите реальными измерениями. То есть, если вы сдадите на тройку, вы сохранитесь в университете. Поэтому, когда вы думаете, мне нужно сдать экзамен, подумайте, что случится, если вы сдадите не на пятерку, а на тройку. Что будет? Катастрофа или нет? Абсолютно, абсолютно. То есть, снижайте перфекционизм. Живем по мере поступления проблем сейчас. Других мечт у вас сейчас не должно быть, кроме того, что подготовиться и сдать. Подготовиться и сдать. Все. Как хорошо подготовиться и сдать. Эти рекомендации очень простые и очень банальные. Пожалуйста, питайтесь правильно, адекватно. Не надо перекусывать. Обязательно спите хотя бы 6 часов. А то некоторые студенты у нас спят по 2-3 часа и учат за ночь до экзамена. Это провал. Потому что, в первую очередь, если вы не спите, у нас страдает память. Соответственно, вы ничего не запоминаете. Поэтому, пожалуйста, банальная рекомендация, но очень действенная. Готовьтесь. А какие-то витамины? Нужно пропить курс витаминов за месяц до сессии? Как вы считаете? Предположительно, конечно же. Там не витамины В. Все группа В. Конечно. Я бы добавила витамин Д. И витамин Д. Для Петербурга он очень актуален, особенно в зимний период. Поэтому, пожалуйста, кушайте правильно, спите, потому что сон очень влияет на память. То есть продуктивность памяти работает только тогда, когда вы спите. Заблаговременно готовьтесь. Когда вы идете на экзамен, пожалуйста, не приходите заранее. Это касается особо тревожных студентов. Потому что вы приходите заранее, там у вас начинается сразу какая-то движуха, паника, суета. Нам этого с вами не надо. Все сидят серо-белые, тревожные. Да, я не сдам, но не сдам. Другого заражают тревогой. И вы приходите уже в кабинет, уже полностью, уже просто зараженный, индуцированный этой тревогой в состоянии расконцентрированности. И там вы уже сидите в отцепенении, ничего не можете сказать. Поэтому приходите, обязательно, прям в припик, относитесь к сессии не как к чему-то страшному, а как к празднику. Приходите, пожалуйста. Есть такой момент, что наши молодые ребята, студенты первого курса, ко всему относятся черновело. То есть экзамен, то вот либо так, либо катастрофа. То есть как на заклане идут. На самом деле таких экзаменов у вас будет еще по 2-2 сессии каждый год. И этот год, он трудный тем, что вам нужно просто к этому привыкнуть, что вы будете каждый год, два раза в год сдавать экзамены. Ваша задача самосохраниться, но при этом еще и сдать хотя бы на тройке ваши экзамены. Если вы один раз не сдадите, у вас есть вторая попытка. Поэтому вот сразу класть все ради хорошей отчетноценки для чего? Нет смысла. И опять же отношение как к празднику, как вот сейчас вот весна, прям душа у меня радуется, да, поэтому и будет еще летняя сессия. Праздник, красиво, пожалуйста, оденьтесь, возьмите цветочки с собой, возьмите тортики, отметьте вот эту вот успешную сдачу экзамена и благодарите себя. Сдали на тройку? Ты у меня умничка, у тебя все получилось. Идем дальше. Ну это вот что касается такого первого курса, если у вас, конечно же, более какие-то глобальные проблемы, там действительно очень сильно выраженная тревога, пожалуйста, приходите к нам в поликлинику психологов. Психологов, да, 41 кабинет, мы с вами все проработаем, распишем все долги, все будет вот прям по тайм-менеджменту. А что касается вот более старших курсов, которые уже выпустились. И у шестого курса сейчас тоже возникают переживания, связанные с тем, что им уже выходить во взрослую жизнь, в самостоятельное плавание, и вдруг они к этому времени, к периоду уже выпуску, понимают, что в принципе они ничего не знают, у них такое ощущение, что ничего не знают, что врачей они пока что никакие, и начинается тревога, начинается ощущение растерянности и страх будущего. Есть такой момент у большинства шестикурсников, еще есть момент такой, они переживают того, что до сих пор, вот уже последний семестр, они еще не появились в профессии, кем же они хотят быть. Да, и вот, чтобы вы вот это посоветовали. Какую выбрать именно специализацию, правильно? Как определиться? Вот я уже заканчиваю с это, я до сих пор не знаю, кем я хочу быть. Катастрофа, все, Лёля, все пропало. Ну опять же, самое банальное, это прийти к психологу, да, здесь мы что делаем? Мы ищем плюсы, минусы, опять же, если они выбирают специализацию, там лечебная помощь. Но, опять же, по моему мнению, к шестому курсу более или менее можно определиться. Почему? Потому что они проходят очень много практики, правильно? И в принципе большинство из них определяется, но есть люди, которым очень сложно определиться. И также есть люди, которые говорят, что я вообще в медицину не пойду. Вот опять же, это более сложные случаи, с которыми мы можем помочь. Конечно. Чаще всего, самый простой ход этот, хотя бы определиться с тем, что точно тебе не нравится. В этом возрасте обычно мы еще не знаем, что нам нравится, и это нормально в вашем возрасте, ребят. Но вот точно знаем, что не нравится. Давайте методами исключения, что точно не нравится, и будем сужать круг выборов, вариантов выбора. А второе, не надо загадывать сразу на всю оставшуюся жизнь. Вот сейчас, давайте так, по мере поступления проблем. У вас сейчас задача какая? Набрать часы волонтерства, набрать год вашей работы в клинике, в стационаре какому-нибудь, написать статью и опубликовать ее, и сдать экзамены. Вот основные задачи. Вот на них сфокусируйтесь. А уж кем я хочу быть, это по мере постепенно будет прозревать у вас. Но хотя бы определитесь, то, что вы точно не хотите, и где вы не хотите работать, в какой сфере вы не хотите работать. Это вам поможет хоть немножко ориентиры свои обозначить. Продолжение следует...